Девятого октября в главном корпусе Ярославского государственного университета состоялась встреча с основателем франшизы «Умные города» Михаилом Коптюгом. «Умные города» — это интерактивные программы по физике, химии, биологии и другим естественным наукам для детей и родителей, проходящие в 20 городах России и ближнего зарубежья. Московский предприниматель презентовал свой новый проект «Умный Ярославль», а также рассказал о рабочих моментах своей деятельности и ведении бизнеса. В свою очередь студенты и все, кто заинтересован в реализации собственных проектов и предпринимательских идей, смогли лично задать вопросы Михаилу. Мы довольно долго шли к нашему формату. Мы делали сначала лекции для взрослых, причем по гуманитарным темам, потом делали циклы лекций, потом делали фестивали. Но стало понятно, что сейчас очень востребован формат интерактивных программ по наукам для детей и их родителей. За прошлый год к нам пришло 120 тысяч семей, это если брать все наши города. И я думаю, это хороший результат, мы смогли их заинтересовать. Здесь преподаватели МГУ разрабатывают программы, а вот с детьми работают уже студенты, выпускники, аспиранты местных университетов. Здесь, например, в ЕРГУ мы из нескольких десятков лучших студентов отобрали людей, которые, с одной стороны, умные, а с другой стороны, коммуникабельные и умеют работать с детьми. Ну, вы понимаете, эти два множества обычно мало пересекаются, но у нас получилось набрать ребят, которые и умные, и при этом, ну, как мы говорим, такие вот огненные, которым это все нравится, они у них горят глаза, это очень круто. Организаторы провели пресс-показ программы «Великие научные открытия» для журналистов, представителей администрации школ Ярославля, учеников и родителей. Участниками стали более ста человек. Отметим, что ведущими и ассистентами программы являются студенты и выпускники ЕРГУ имени Демидова. Университет выступает не только площадкой для проведения этого мероприятия, но и партнером. Здесь задействованы студенты в качестве волонтеров и помощников для проведения этого мероприятия. Я считаю, что это очень важное событие для университета, потому что это, во-первых, позволяет детям увидеть, что такое университет, а во-вторых, мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно раньше увидеть тех детей, которые станут в будущем нашими студентами. Наверное, в половине всех городов, где мы организуем наши филиалы, мы работаем с университетами, часто работаем с библиотеками и так далее. Это очень хороший формат взаимодействия. Смотрите, университет – это классическое образование, это большая машина, проверенная временем, по-хорошему консервативная и так далее. А мы, наоборот, мы проект маленький, мы можем быстрее реагировать на какие-то изменения в подходах и так далее. И вот этот вот сплав опыта и нашей, может быть, наглости даже по-хорошему, вот он, да, мобильность и оперативность и так далее, он очень хорошо дает результат. Мы же все закончили среднюю школу. Вот каждый человек, который нас смотрит сейчас, может задать себе вопрос, например, а что такое цикл Корно? Это проходили все совершенно точно, но никто не помнит, потому что в школе это была голая теория. А у нас вот сегодня, например, дети из обычного шприца сделают двигатель внутреннего сгорания, потому что шприц с точки зрения инженера – это поршень, это рабочий объем. И вот за эти 20 минут, когда ребенок делает своими руками что-то работающее, по-моему, он про цикл Корно запомнит намного больше, чем вот мы с вами там запомнили из шести уроков, которые мы делали в школе. Дети очень любят все делать руками. У нас так получилось, что школа зачастую немножко перегружена теоретическими знаниями, в ущерб практическим. И мы вот этот пробел стараемся по мере сил восполнять. То есть мы даем возможность ребятам поделать опыты своими руками и понять естественные науки через опыт, через эксперимент. Когда выходит там 60 детей, которые кричат «мама, мы сегодня сделали эксперимент, мы запустили химическую реакцию, мы сделали двигатель», это очень круто. Горящие глаза детей – это лучшее, что может быть результатом этого труда. Мы побывали в нескольких лабораториях, посетили разные эксперименты. На самом деле зачастую много чего отсюда я знаю, но некоторая информация была для меня познавательной. Скорее в качестве практики, потому что в основном в школе мы это проходим в качестве теории. Мы выращивали бактерии и смотрели их реакцию с помощью антибиотиков. Я буду дома наблюдать. Я вообще занимаюсь биологией, поэтому для меня это интересно. Второй эксперимент – это мы с помощью полимеров делали фигурку. За счет мономера у нас был желатин. Ну и третье – мы создавали свою маленькую бомбочку. Мне было интересно находиться на этих мероприятиях. Да, конечно, я советую посетить это каждому школьнику в любом возрасте и буду обязательно следить за следующими мероприятиями. Очень рада, что наш университет сотрудничает с таким научным проектом. Это очень радует, потому что для детей необыкновенно важно прикоснуться к науке именно и руками, и глазами, и почувствовать через себя в нашем информационном потоке. И мое впечатление очень положительное. Есть такой заряд бодрости и желания вкладываться в детей дальше и прикладывать к этому все свои усилия. Я желаю развития этому проекту. Со своей стороны буду очень стараться и детей своих приводить, и окружающим рассказывать, потому что действительно наука – это главное сейчас в нашей жизни, в нашей стране, в земле в целом. Всего в первом учебном полугодии будет проведено три программы – «Великие научные открытия», «Таблица Менделеева» и «Научный Новый год». Субтитры создавал DimaTorzok